23 февраля 1942 года, к моменту, когда война вовсю бушевала в стране, а до победы было еще далеко, Анна Ахматова написала стихотворение «Мужество». Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Сколько завоевателей пыталась вторгнуться на территорию нашей Родины, сколько войн пережила она. Единство в годы тяжелых испытаний стало залогом непобедимости русского народа. Торжественный ритм стихотворения Ахматовой звучит как клятва всего российского воинства перед родным языком и, значит, перед Родиной. Советские солдаты, насмерть стоявшие в сороковые, эту клятву выполнили. Здравствуйте, с вами программа «Русская культура. Истории О». Сороковые роковые. Многие из нас знают строки этого стихотворения, написанного Давидом Самойловым уже после войны наизусть. И, возможно, каждый, кто читает эти строки, задумывается о том, каково это, когда вот так совпадает война, беда, мечта и юность. Любовь к Родине, в один миг объединившая миллионы людей, наделила страну несокрушимой силой. Это любовь и одновременно сила. Испокон веков была особенностью национальной русской культуры. О ней написаны книги, сложены песни, сняты фильмы. Она сквозит в каждой строке писем, летевших с фронта к родным. Старая бумага упорно заворачивается по сгибам. Выцвели чернила, поблекла типографская краска на старых открытках. У каждого треугольника своя история. Фронтовые письма Великой Отечественной войны, которые тогда, больше семидесяти лет назад, писали молодые и сильные духом воины своим близким, еще не зная, что когда-то их будут читать сотни других людей, сегодня превратились в документы невероятной значимости. Эти письма объясняют многое. В простых строках – отголоски русской души, способные в нечеловеческих условиях хранить самые важные человеческие ценности. Писали лирические письма и со стихами, и с песнями. С войны вообще пришло очень много песенников в свое время. Но основная масса песен была о таком оскудном повествовании с местов боев, о том, что живы-здоровы, о том, что курские соловьи спать не дают, хотя бы на самом деле там было, скорее всего, не до сна. Фронтовые письма стали своеобразной художественной летописью времен военного лихолетия. История войны глазами ее участников прямо с места событий. Их начинали с обращений. Милая мама, мои родные, дорогие детки, многоуважаемая моя супруга. Столько нежности не вложено и в любовную лирику поэтов. В годы испытаний, когда смерть гуляла рядом, фронтовики, авторы писем, также чувствовали, любили, жили и надеялись, как и в мирное время. Ну вот у нас есть письма Молчанова Андрея Николаевича, который писал вообще, ну просто потрясающие письма. Письма, адресованные его подруге Ирине, в которых он пишет просто о пейзажах в картинах Нестерова. А помните, Ира, пейзаж в картинах Нестерова Дмитрий Царевич и Сергей Радонежский? Как пейзажист, Нестеров производит на меня гораздо большее впечатление, чем Левитан. Не сомневаюсь, Ира, что еще не раз придется нам побывать в музеях, и вместе мы еще посмотрим на наших любимых художников. Интересно, какое тогда они произведут впечатление? В последнее время в свободные минуты рисую карандашные портреты небольшого размера, с почтовой открытку приблизительно. Ира, я надеюсь, даже уверен, что весь этот ужас пронесется, и еще будут хорошие дни. Хочется мне, чтобы у вас появилась эта уверенность. Андрей Николаевич вернулся с фронта и, как мечтал, занялся творчеством. Даже преподавал в Рязанском художественном училище. Но были и другие. Те, кто ушел и не вернулся. Письма Александра Корсавина-Васильева, жителя Тумы, принесла в музей его мама. На самом деле, о молодом человеке, он погиб, ему было всего-навсего 20 лет. Он пошел на войну, ему только-только исполнилось 18. В основном все военные годы он посвятил учебе. Учился в общеобразовательной школе в рабочем поселке Тумы. В 1943 году он был призван в Советскую армию и пошел учиться в Ленинградское артиллерийское училище, которое было дислоцировано в Костроме. В 1944 году он попал на фронт, защищал Венгрию, Чехословакию. В Чехословакии в январе 1945 года он уже погиб. Но он прислал домой очень большое количество писем. И письма интересные, содержательные. И вот его мама, она решила этими письмами поделиться с другими людьми. И в 2001 году военным издательством была выпущена книга, которая называлась «Последние письма с фронта». И вот письма нашего земляка, молодого мальчика, были опубликованы в этой книге. Случалось, что весточка с фронта с известием «Жив-здоров» приходила уже после страшного казенного конверта, в который вкладывали похоронку. И тогда ждали. Годами, десятилетиями искали, обращались в архивы. Пачками строчили запросы в разные города. Туда, где может отыскаться хотя бы какой-то след. Так произошло с дедом Галиной Макушкиной Алексеем Егоровичем Елесиным. Мой дед Елесин Алексей Егорович, седьмого года рождения, был призван на войну в сентябре 41-го года. А в январе родилась моя мама, которая не видела его вообще. Вот по сегодняшний день его даже не видела, и он ее не видел. А в сентябре 42-го года бабушка получает похоронку, в которой, ну, в общем, вот она, похоронка сама, в которой вот и пришло извести, что под Сталинградом погиб. Проходит несколько месяцев, нам приходит телеграмма. Жив-здоров, пишите, Саратов, такой-то адрес. Сразу стали искать, делать запросы. Думали, это потерялось. Все это оказалось свежее, все это подавалось вот в январе месяце. Но дед так наш и не вернулся с фронта. Пропахшие порохом строки полны оптимизма, надежды на возвращение, веры в победу. Вокруг погибали друзья, однополчане. Каждый был на волосок от смерти, ежесекундно. У них как письма, одни приветы, половина прям письма. Жену звали Феня, Феня, там мелкие детки, такое все вот такое, такое. Ну, а потом где-то в конце вот напишут, допустим, вот, как страшно идти в бой. Аж болит даже живот. Вот были такие даже строки вот там. Ну, такой вот там, вот, как там буханку с хлебом с кем-то делили. Сегодня фронтовые письма изучают историки, филологи и даже психологи. Эпистолярный жанр военных лет анализируют и делают выводы о том, каковы были представления солдат о ценностях, об особенностях мира ощущения, о поведении, образе жизни и интересах фронтовиков. Война обострила любовь к родным, усилила отцовские чувства. Солдат воевал за своих близких, и эта ответственность вела его к победе. Жестокость и напор врага усилили в каждом из мужчин лучшие мужские качества. Русский воин, как и во времена Ледового побоища или Куликовской битвы, вел себя как защитник. Читать эти строки сложно. В каждом из писем целая судьба. Судьба не одного человека, но семьи, рода. Те, кто не дождался, по сей день возвращаются к письмам. Внуки и правнуки читают их, словно молитвы. Это 9 мая, выходной день. Но обычно в этот день что-то в деревнях, в селе делают, там что-то в огороде копаемся. Ну вот, поработаем, пойдем, сядем и начинаем читать вот эти письма. А вот скажите, зачем вы эти письма бережете? Не знаю, вот мама бережет, бабушка берегла, и мама берет. Я вот помру, что хотите с ним делать, а я вот буду их беречь. Подтверждение тому, как силен был дух солдат и как не угасал в годы войны интерес к искусству, литературе и науке, не нужно искать. Стоит лишь напомнить, книжные издательства в 1941-1945 годы продолжали работать, выпускать научную, художественную, а также практически необходимую литературу. Работники издательств теряли сознание от голода и изнемождения, работали по ночам, иногда без света, под обстрелами, но продолжали выпускать книги. В библиотеке Горького хранится немало печатных свидетелей тех страшных лет. В преддверии празднования великой даты 70-летия Победы некоторые из этих книг, которые ныне считают редким фондом, можно увидеть. Это издания, которые вышли в свет в годы войны, непосредственно с 1941 по 1945 годы, и которые сохранились в фондах нашей библиотеки. Коллекция эта достаточно большая, в ней полторы тысячи книг, 141 журнал и 11 именований газет. Кроме того, есть книги на иностранных языках, ноты и сборники. То есть вот такая большая коллекция. Здесь мы представили примерно треть ее, выбрав самые интересные, на наш взгляд, самые показательные издания. Нужно сказать, что в эти годы издавалась литература всевозможная. Государство уделяло этому значительное, серьезное внимание, и поэтому здесь можно увидеть книги и общественно-политической тематики, конечно. Книги героико-исторической тематики, которая была призвана повышать боевой дух, веру в победу, патриотизм народа. Здесь книги научно-популярные, которые помогали и воинам, и труженикам тыла выжить в тяжелых условиях. Здесь, конечно же, и художественная литература, и песенные многочисленные сборники, и литература народов СССР, которая тоже в обязательном порядке издавалась. Здесь много серьезной научной литературы, потому что все научные учреждения в годы войны, и даже в эвакуации продолжали работать, продолжали издавать свои сборники трудов. Эти книги буквально по всем отраслям знаний тоже здесь присутствуют. Интересные издания для тыла. Хочу на них особое внимание обратить, потому что это издание в помощь, например, тем, кто голодает. Вот книга о том, как из диких весенних растений готовить хоть какую-то еду, которой очень не хватало. Маленькие книжечки о том, как устроить баню в условиях боевых, как погрузить воинский состав в эшелон правильно и быстро, как уничтожать танки врага. Вот такие маленькие книжечки, опять же, малого формата, они помогали людям и воевать правильно в том числе. Несмотря на то, что мы воевали с Германией, в фонде нашем есть изданные на немецком языке стихи Гёте, Шиллера, то есть немецких классиков тоже. Кроме того, многие же писатели ушли на войну. Более тысячи писателей в годы войны находились в действующей армии. И параллельно они создавали произведения, которые отражали все то, что они видели, что хотели запечатлеть для истории. Вот эти многочисленные сборники стихов, малоформатные, как правило, для того, чтобы их можно было с собой носить в кармане гимнастерки, они тоже у нас в большом количестве разнообразно присутствуют. Маленькие книги со стихотворениями или вырезки из газет носили в карманах гимнастерок. Наверное, читали на привалах, учили наизусть. Некоторые стихи сразу превращали в песни. Бывало и сами сочиняли сказки, пословицы и поговорки, загадки или песенки. Молодые и веселые, без страха глядящие в глаза смерти, советские солдаты, русские воины. Русский человек, он сам по себе душевный, у него очень сильные корни. А вся сила-то на наших корнях, мы все свое культурное наследие передаем из поколения в поколение на бабушкиных песнях, на бабушкиных сказках. И природа у нас вокруг, недаром у нас и Есенин, и Пушкин такие. Все у нас с природой, с лирикой. У нас просто это в крови. Русский солдат, он все это пронес через все испытания, через все невзгоды. Твардовский об этом лучше нас всех сказал, кто сказал, что надо бросить песню на войне. Поэтому в перерывах, на привалах люди читали, люди пели. Кто-то, может быть, это делал в уединении, для того, чтобы вспомнить дом родной, семью и так далее. И для того, чтобы просто прикоснуться к чему-то прекрасному, после всего того страшного и ужасного, что война предлагала. Простые, бесхитростные строки фронтовых писем, полные любви к жизни, напоминают о том, чего нельзя забывать, словно голос издалека. Живы еще немногие участники от сражений и те, кто ковал победу в тылу. От других же остались бессмертные имена и эти драгоценные сообщения с передовой, в каждом из которых пример для нас, пример стойкости и духовности, мужества и великой любви. С вами была я, Марина Комиссарова. Субтитры создавал DimaTorzok